Всем привет! У нас видео о косметике сегодня, поэтому, пожалуйста, подписывайтесь на канал, пишите много комментариев, ставьте лайки, возможности постараюсь во всем ответить. Активность на канале и в комментариях можно прямо написать комментарий для поддержки. Все, супер, спасибо, этого будет достаточно. Итак, у меня есть несколько покупок, новинки у меня, которых у вас раньше вы не видели у меня, да? И есть хорошая рекомендация, средства, которые бы я вам посоветовала, так что давайте приступим. Итак, из декоративки у меня здесь новинка, это пудра Клей Депо, блин, забыла коробку, ладно, уже не буду ходить за ней. Очень красивая, шикарная коробка, люблю всякие дорогие люксовые продукты, потому что даже начиная от косметики, коробочки, этим всем очень приятно пользоваться, в общем, радует. Вот такая пудра, здесь у нас что? 26 грамм, это очень много, растопчатая пудра, она транспарантная, белая она у меня, да? То есть она Shiseida.com, то есть Shiseida же Клей Депо производит. В общем, эту пудру мне советовала моя знакомая, я подумала, ну окей, надо попробовать, вообще я люблю. Моя самая сейчас до сих пор любимая пудра, это Aura Glass рассыпчатая их. Пожалуйста, помогите, кто мне может помочь ее приобрести, каким совет какой-то дать, напишите. В России она есть, на LDPT открылся, но не знаю, типа Sephora, да, там они все перетрубат, все это дело, там вроде что-то есть, но, блин, цена у нее, конечно, отрасль. Что ж, на крайняк там закажу, если будет в наличии. В турецкой Sephora она только в 1 грамм в миниатюрах, у нас здесь Aura Glass не представлен вообще в Sephora местной. В общем, ну с Америкой у меня никто не летит, или с каких-то стран. К Культу Бьюти, не знаю, доставит ли пудру, я попробую, короче говоря, но я думаю, что Культу Бьюти не доставит пудру, развернут на границе, потом возраст денег, делать, короче, целая эпопея. На первом месте Aura Glass, вот это мне очень понравилось, и пудра офигенная от Fenty, тоже неплохая, прям, если ничего нет, то Fenty обязательно куплю. Что у нас здесь? Огромная упаковка, естественно, с собой не носить, оставить так красиво, как на полочке. Пуховка. Я сейчас вам расскажу, пуховка я однажды попользовалась, может, даже не видно, чуть-чуть она желтоватая, расскажу, это был мой фаул, вообще просто. Затем у нас идет здесь в коробке сеточка шла, которая вот так раскручивается здесь, доступ к пудре, и сеточка вот там на дне у меня лежит, через нее просеивается пудра, чтобы она прям вся не вылетала и не рассыпалась. Видите, все равно много высыпается. Давайте про нанесение сначала скажу. Я просто обычной кисточкой, причем не плотно набитой, какой-то жиденькой такой, потому что набирается много пудры, и она может ставить такие точки. Очень белое, видите, ощущение? Она очень мелкая, от этого очень нежная, но ощущение, как для макияжа гейши, понимаете? Она выбеливает. Вот в чем проблема. Когда я взяла пуховку первый раз, она просто мне выбелила все лицо, нереально. Она классно держится, скажем так, пирога не создает, тонкой вуалью можно наносить с помощью кисти, но пуховкой это будет выбеливание, очень плотное ощущение. Вот типичный макияж гейши. Белое, мраморное лицо. Ну, в социальных наших условиях это нереально так носить, это как бы не модно, ну, короче, не очень. Это для азиатского макияжа, да? Азиатки любят, если супер белое лицо и там розовые там а-ля щечки такой макияж, да? Не европейского типа, а азиатского, то она для азиатского макияжа, кто такой, вообще идеальная пудра. Для меня она слишком как бы белая, но она так прозрачная, от этой пилизна уходит. Немножко она все-таки, ну, все-таки можно называть выбеливающей даже кисточкой, она чуть-чуть на том может подбелить лицо. Но это и неплохо, в принципе, если у вас темный тонак какой-то с лета остался, консилер-то, скомбинировать оттенок можно этой пудрой неплохо. Пуховкой 100% вы там все скомбинируете как надо. Здесь немножко о пудре расскажу. Главное в нее не чихать, здесь очень много, видите, ее там видно, да, вываливается этой пудра, ну, в достаточной мере. Да, когда ты закрываешь, вот все вот тут, это полосочка, красивая декоративная, вот здесь вот все в белом этом, о, видите, полетела. Смотрите, ну, я бы не сказала, что это супер как-то грязно, неудобно этим пользоваться и так далее. Пуховка просто так тут лежит, не думая, что она когда-то так не пригодится, и вот так закручиваем. Красиво, приятно, на очень долго, целых 26 грамм, это дофига. Купала в золотом яблоке на их сайте. Что хочу сказать про пудру, кому она нужна и не нужна. Очень хорошо матирует, очень тонкая, очень мягкая, ощущение, как будто ты прям, ну, пудру, тальк такой, да, измельченный прям. Ну, приятная, короче, да, матирующая. Но она супер-супер долго, я не скажу, что она подойдет. Например, сегодня она у меня на лице, и вот здесь я уже чувствую, вижу, что у меня вот здесь уже поры такие, они уже проваливаются, начинают в поры. Ну, на лице она у меня находится полтора часа на данный момент. Ну, короче, неплохо. В лете я ее не пользовалась, прям жару не знаю, как себя поведет. Я думаю, ну, не знаю вообще, не буду загадывать. Нанесение только жиденькой кисточкой, никакой не плотной набитой, никакой пуховкой. Это будет очень много, очень светло. И вот такая, так как она транспарантная на лето, под мой оттенок кожи, загоревший, когда загорела я, не подойдет. Это 100%, она будет очень выберивать, будет отличаться от тела лицом. Но держится неплохо. Мне очень нравится, у нее есть легкий аромат шлейфовый, дорогой нишевой парфюмерии. Так это не ощущается. Я это чувствую только, когда набираю кисточкой и наношу вот под глаза и возле носа, вот здесь вот на эту зону. Я чувствую легкий аромат парфюма. Ну, чуть-чуть. Вот сейчас вот я ее трогала руками, чуть-чуть аромат есть. Ну, прям неуловимый вообще. Только когда кисточкой возле носа я ощущаю. Но аромат приятный, неотталкивающий. Очень нравится, что не пахнет никакой там розой, тальком, стариной, бабкиным сундуком. Когда многое люксовая косметика, такие отдушки используют. Не люблю я это такое. Классная, хорошая пудра. Могу посоветовать. Для тех, кто любит мелкую, рассыпчатую. Не с собой, конечно, носить, дома использовать. Наконец-то нашла то, что очень люблю. Новый парфюм. Это Сантал 33. Я вроде бы вам когда-то рассказывала. Наверное, я его в пробниках вам показывала. Мне попадались несколько... Это прям судьба с этим. Это Лилава производитель. Это из Америки. В Нью-Йорке у них там офис есть. В общем, почему мне это было трудно достать? Нигде этого нет. Я не знаю, что у них с производством. Есть в Нью-Йорке. И в частности, есть в Париже в бутике их цены. Ну, в Париже много чего есть. Всегда все, что надо диковинное поискать, чтобы там сняли с продажи, в Париже можно найти. В онлайн-магазинах всяких. Везде распродано. Но в Россию, понятно, не привозят. Это Америка и так далее. Из-за вот этих всех запретов. О боже, я кайфую. Я целый год ходила, принюхивалась к этому аромату. Мне неоднократно, когда я заказывала парфюмерию, попадались именно вот эти пробнички раза 3 или 4 по 1 мл этого парфюма. Сначала никакой не притягательной. Но сразу скажу, это на любителя. Я сейчас расскажу, чем это пахнет. А потом расскажу, что на самом деле здесь есть в составе. Вот для меня это сантал. Санталовое дерево, да, как оно называется. Это нечто легкое. Это древесный парфюм. И в описании он древесный. Но он максимально легкий. И даже ощущение какой-то зеленой травки. Я бы так это назвала. Это дерево, которое такое со стволом деревянное. Да, вот прям ощущение дерева по запаху, по аромату. Кара-дуба, да. Но при этом на нем дофига всяких красивых зеленых листочков. И оно прям такое светлое, свежее. Свежие вот эти листочки. Как будто вот роса, листочки, лиственное дерево. Все усыпанное дерево. Но при этом оно немножко древесное. Для меня это такой аромат мой настолько. Вот хотите понюхать, чем я пахну? Вот это Галя мой. Кто знает этот аромат? Я его вообще не ощущаю. Я обливаюсь литрами. Вообще, в прямом смысле. Кстати, у него небольшой расход идет. Я им пользуюсь, наверное, две недели. Так мало использую. Я думала, у него уже две недели половины не будет. Я его просто пью. О боже, он настолько легкий, ненавязчивый. Мне очень нравится послевкусие его, когда ты берешь одежду, в которой ты походишь. Ну, даже домашнюю футболку. Я всегда даже дома в одежде пшикнулась, пошла. Потом, например, что-то, не знаю, переодевалась. И раз я ощущаю на коже, он не держится, кстати, так долго. Вообще у меня с кожи быстро улетает. Но на одежде очень долго задерживается. Очень долго. Я уже всю верхнюю одежду, условно, им пропшикала, пользовалась, да, при выходе. У меня все куртки, жакеты. Вот то, что меньше, да, ты стираешь или в химчистку отдаешь реже. Оно очень хранит аромат. У меня все этим пахнет. Это не такой аромат, что типа, вау, а что это у вас? Для любителей, для ценителей. Очень тонкая, нишевая парфюмерия. Для тех, кто знает. Но когда вы его, если вы его любите и почувствуете на ком-то, вы точно будете знать, оу, я знаю этот аромат, я знаю, что это. Очень, Сантал 33 довольно-таки попсовый у этого бренда. Кто знает, в курсе, расскажите, что там с поставками, почему он только в Париже есть. Я достала, случайно назовем так, у перекупов в России, у парфюмированного одного магазина на остатках вообще вот этот парфюм. Когда он закончится или уже, если закончился, то я не знаю, что я не буду делать. Ну, его просто тупо нет нигде. Сандаловое дерево, кожа. Папирус. Вот запах папируса обожаю. Знаете, еще на что это похоже? Вот именно папирус очень вот эту легкость и зелень мне дает. Травку всякую, папирус. Есть диффузоры для дома. Узара Хоум. Там прям папирус. Поэма писателя называется на английском. Или поэма, папирус. Короче, там даже наклеечка такая же древесная на бутыльке. Узара Хоум. Слаз свой, это диффузор для дома, запах. Поэтик Майнд называется. Узара Хоум. Это, конечно, ни одно и то же вообще не похоже. Но легкое. Здесь цветы есть. Состава здесь нет. Не знаю, чем оно пахнет, что там внутри. Здесь такая же легкость. Конечно, как нишевая парфюмерия, скажем так, подешевле это пахнет. Легкость такая же в аромате. Но здесь цветы какие-то идут. Может, пион какой-то, что-то такое. Но вот идея. Вот видите, даже упаковка. Видите, насколько это похоже. Короче говоря, кто любит подобный, например, аромат для дома. Узара Хоум. Поверьте, вот этот парфюм вам тоже понравится. У них вообще монотипа парфюмы. У них есть розовые. Там очень-очень большая подборка. Они, как правило, будут здесь санталы ведущие. То есть у них фактически шлейфа практически не. Здесь санталы санталом фактически пахнут. Но вообще здесь еще амбер, ирис, кардамон. Кедр есть. Вот папирус, кожа и сандаловое дерево. Шлейф идет с сандаловое дерево. Но вот состав тут тоже немаленький. Короче, типа оно вообще кожаное, деревянное, теплое и спайси. Но вообще не теплый этот аромат. Он тепленький, но не супер, короче, в нос такой бюч. Короче, в общем, надо, хватит, присмотритесь. Дальше из того, что я приобрела, купила батист с шампунь сухой. Это какой-то фреш, бризи, цитрус. Сильно цитрусами не пахнет. Я такой еще просто цитрусовый не пробовала. Покупала на Триндиоле, три в упаковке сразу, потому что в магазинах, в Гратисе. Всегда покупала просто в Росмане. Вообще нигде батиста нет. Он куда-то, блин, исчез и пропал. Может, потому что иностранный, дорого закупать. Так как у нас инфляция высокая, иностранные товары очень дорогие. Воз налоги здесь в Турции на иностранные. Может, поэтому не продают, что никто не покупает. Типа за 200 лир шампунь дороговато, короче. Нашла на Триндиоле. В упаковке было три штуки за 300 лир. То есть по 100 лир каждый баллончик. Но мне не очень понравился. Ну, немножко непонятно, чем пахнет. Но лучше, чем хотя бы оригинальный, который. Оригинального запаха вообще не перевариваю. Мне больше нравится розово-фиолетовая упаковка с названием XXL. У того пудра, больше пудры просто там в составе вот этой, которая сухой шампунь делает. И больше объема она дольше держится. Этот быстрее вычесывается из волос, меньше держится. Так неплохой можно пользоваться. Но идеальный вообще-то, который XXL. Советую. Ну, тоже неплохо. Так что, кто потерял батисты, можете посмотреть на Триндиоле онлайн в покупках. Там они еще есть в интернете. И проверенные хорошо. Я вам показывала умывалку. Это из России. Кто в России живет, я буду повторять неоднократно. Фирма Аравия. Мне Аравия очень нравится. Цена, качество идеально вообще. Просто маски у них классные. Вот это классное. Аравия. Фирма. Анти-акне-клинзинг-фом. Пенка для умывания. Скалоидной серы. И экстрактом женьшеня. Здесь она из жидкости выдаливается в пенку. Здесь три минимума нажатия. То есть ее надо много. Поэтому она очень быстро расходуется. У меня эта банка улетела. Здесь у нас 150 мл. Она у меня ушла. Ну, наверное, месяца за два. Хотя у меня вообще кремовые такие. Биоры какие-нибудь. Очень долго расходуются. Вот это очень быстро улетает. Здесь есть вот кислоты. Скалоидной серы. И экстрактом женьшеня. Я не скажу, что прям супер меньше каких-то прыщей было. Или еще чего-то. Я параллельно сейчас прихожу в комплекс терапии. Еще и у косметолога. Регулярные чистки. Регулярные серии пилингов делаю. Для постакна и всего прочего. Короче, это очень классно. С этим со всем работает. Не стягивает кожу. Классно. Чисто вымывает. И ощущение скрипа и сухости не оставляет. Деликатное очень. И вот мне нравится то, что здесь есть приятные компоненты. Не раздражает. Не щипет ничего. Написано не наносить на поврежденную кожу, чтобы избежать индивидуальную непереносимость компонента. У меня даже когда есть какие-то прыщи были открыты. Ничего. Никаких аллергий, ни реакций не было. И на даже поврежденную кожу все было в порядке. Так что я могу посоветовать. Я повторю себе эту покупку. Это относительно недорого. Там, я не знаю, 500-600 рублей стоит эта бутылка. Классная штука. Доступно, приятно. Ничего вообще плохого не могу о ней сказать. Советую. Вот такие были мои покупки и рекомендации вам из бьюти-сферы. Жду ваших комментариев, подписок на канал. Ставьте лайки, подписывайтесь, пишите. Просто хотя бы поддержка канала. Мне будет очень приятно. Спасибо за внимание. В инфобоксе оставляю свою почту. Если вам нужна моя консультация психолога, пишите туда тему. Письма к консультациям. С вами пообщаемся. Спасибо за внимание. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok